Проблемы с газом, проблемы с нефтью. У Путина все по плану и здесь. Это так и в общем. А сейчас мы будем все это детализировать. Ирина Узлова, меня зовут. И со мной, как видите, Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук, профессор. Игорь Владимирович, безгранично рада вас приветствовать. Давно не виделись. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Интересная новость. Эту неделю обсуждается в мировом сообществе и в наших эфирах, конечно же, также. Финляндия в ответ на разносторонние провокации Российской Федерации в Балтийском море выступила с инициативой заблокировать теневой флот России. И почему мне кажется, что на фоне того, что именно сырая нефть после ударов по НПЗ и сокращения минимум на 14% нефтепереработки этих возможностей Российской Федерации являются ключевым ресурсом сейчас для нее. И если такая инициатива будет введена и заблокируется теневой флот в Балтии, то для России это будет и экономическим ударом в первую очередь. Насколько сильным, если это действительно так? Ну, если это получится, то это довольно серьезный вопрос. Значит, здесь прелесть ситуации в том, что формально это даже не будет выступать как некая агрессия против России, потому что флот-то не принадлежит России, он же ходит под чужими флагами. Также, если будет перекрыто Балтийское море для кораблей каких-то третьих стран, то формально это просто какие-то корабли каких-то стран, которые чем-то случайно загрузились в Балтийских портах и куда-то поплыли по Балтийскому морю. Вот, конечно, это такая забавная история, и, в общем, России даже не может как-то грозно сказать, что это нарушение ее суверенитета и угроза ее независимости, потому что это не ее корабли. Но, в принципе, конечно, эта тема разумная и очень интересная. Я, как человек, живущий как раз на берегах Балтийского моря, очень бы это дело приветствовал, потому что корабли эти старые, и угроза всякого рода экологических аварий достаточно велика, и запачкать Балтику легко, очистить тяжело. Поэтому, конечно, в этом есть резон, и если помните, это не первый раз тема поднимается. Сначала пытались уговорить датчан перекрыть проливы для таких кораблей, но датчане тогда как-то немножко струсили и ушли в кусты. Хотя было предложение Евросоюза, но, видимо, сейчас ситуация становится более такой жесткой, да и ФИНы вступили в НАТО за эти месяцы, как бы у них теперь другой звук голоса государственного появился. Вот я думаю, что это интересная тема. Не знаю, как это будет сделано, потому что, конечно, тогда надо будет все-таки либо вставить какие-то суда, которые будут не пропускать эти корабли, либо просто перекрывать вход, скажем, в проливы, даже со стороны Атлантики в Балтийское море. Посмотрим, как это может быть сделано технически, но это может быть серьезным ударом, потому что, ну, по тем данным, которые, в общем, у нас есть, примерно треть российского нефтяного экспорта идет через Балтику. И тогда все пойдет уже только через Новороссийский Дальний Восток. Новороссийский порт, как вы понимаете, теперь не очень надежный, потому что Черноморский флот из Черноморского региона изгнан, сидит где-то в бухтах спрятанный. Море не выходит, свои караваны защищать не может. Поэтому, значит, в общем, атаки идут на порт Новороссийска. Поэтому, значит, соответственно, надежность поставок нефти через порт Новороссийска сомнительна. Ну, а, в общем, через Дальний Восток не очень много можно отправить там. Для того, чтобы оттуда отправить, дело в том, что надо сначала нефть довезти. А российские железные дороги, они очень перегружены. И они уже начинают захлебываться и начинают выкидывать разные виды груза. Вот сейчас, чтобы можно было продавать нефть, значит, начинают дискриминировать угольную промышленность, не давать ей перевозки. А тогда угольная промышленность России вылетела уже в убытки. Так что тут, как Тришкин кафтан, и ситуация непростая. Поэтому, если это предложение будет реализовано на практике, то это очень тяжелый удар по нефтяному экспорту России и, соответственно, по доходам российского бюджета. А насколько тяжелые, насколько колоссальные могут быть убытки и во временном промежутке, насколько быстро это болезненное яд может подействовать? Ну, это, значит, считайте, что если мы получаем где-то там около 240 миллиардов, значит, из этого 60 миллиардов, допустим, у нас нефть, то, ну, где-то 120, значит, ну, где-то порядка 30-40 миллиардов потерь. Это серьезная тема, это большие потери для российского бюджета. И это, в общем, конечно, такая абсолютно кризисная ситуация для российской нефтяной промышленности. Надо же понимать, что есть как бы тема бюджета, а есть еще тема нефтяной промышленности, которая является донором бюджета. И сейчас российский бюджет, ну, высасывает все деньги из нефтяной промышленности, чтобы заткнуть текущие дыры финансирования войны. Но нефтянка уже довольно тяжело живет, потому что, в общем, с них берут уже довольно давно, отбирают прямо на скважине, что называется, независимо от цены экспорта берут налог. И поэтому нефтяная промышленность идет к таким тяжелым временам и может стать убыточной. Я понимаю, что когда ты говоришь «убыточная нефтяная промышленность России», на тебя все смотрят с диким ужасом, что ты несешь за пургу. Но я напоминаю, что в 90-х годах очень многие нефтяные компании России были убыточными. Была тогда просто низкая очень цена, и многие компании оказались убыточными. Потому что издержки добычи нефти в России высокие. Они самые высокие в мире, это все есть в интернете, можно менять. Легко проверить, есть исследования, которые говорят, что добыча нефти в России уже давно самая дорогая в мире. А сейчас она становится еще дороже, потому что годы идут, исчерпываются самые богатые, самые дешевые в добыче месторождения. И уже в России такая огромная проблема, как так называемый ТРИС, трудноизвлекаемые запасы. Это все больше доли, если нефтянку будут обирать, отнимать деньги, и она лишится доходов от экспорта, то она не сможет просто добывать нефть, и начнется, ну что называется, разрушение нефтяной промышленности России, что поправить будет почти невозможно. Игорь Владимирович, ну наверное же великие умы вокруг Путина и представители Роснефти, не только они же готовились к такому варианту развития событий, у них есть запасные вспомогательные планы на такие случаи? Да ну знаете, ведь вот как бы другого глобуса-то не завезли, и как-то к северу от России как-то очень мало потребителей, которые могли бы покупать нефть через северный морской путь. Там знаете, как-то льды из США с Канадой, а у них, если вы знаете, нефть и свои, залейся. Канада, в общем, она крайне богата нефтью, могла бы экспортировать в разы больше, чем она сейчас экспортирует. Да и США сейчас крупнейшая импинальная держава, так что по северному ледовитому пути, значит, не отвезешь никуда. Вот, и он там плохо проходимый, плохо оснащен, так что там части нет. А к югу только Индия и Китай, и тут тоже проблемы. Начинаются какие-то совершенно невероятные поинтересности истории развиваться. Значит, Россия сейчас придумала, что она будет строить железную дорогу в Пакистан, чтобы возить туда нефть. Но Пакистан исконний враг Индии, и если Россия начнет массово поставлять нефть в Пакистан, то она рассорится с Индией, Индия перестанет покупать. А больше никаких крупных покупателей там нет. Как вы понимаете, дальше там начинается Саудовская Аравия и прочие арабские страны, у которых с нефтью и газом тоже, как-то, знаете, совсем неплохо. Иран. Поэтому тут, в общем, особенно не разгуляешься. Так что в этом смысле, ну, альтернатив и планов, но не очень много их просто нет. Индия и Китай остается. Если они останутся вот так одни, то и цена же будет копеечная еще меньше, чем сейчас? Ну, конечно, уже сейчас по статистике 90% российского нефтяного экспорта – это Индия и Китай. То есть две страны полностью, в общем, называется, абсорбируют все, что добывает российская нефтянка. Естественно, в этой ситуации они диктуют цены. Это уже давно. Ну, я это наблюдал много лет назад, когда Россия легла под Китай с поставками угля. Китай навязал крайне невыгодные цены поставки угля. Потом Россия легла под Китай, значит, с поставками газа. И Китай навязал, значит, Газпрома безумно низкие цены в разы ниже, чем по Европе. Так это остается до сих пор. Ну, и мы понимаем, что, конечно, они диктуют цены по нефтянке. Это не очень легко отследить, потому что это закрытая статистика. Но, в общем, по их внешнеторговой статистике можно понять, что, да, они берут большую скидку с цены бренда. Это понятно. И я так понимаю, что делать с той нефтью и куда она будет уходить, которую нельзя не продать в виде сыром, которую нельзя и переработать, потому что мощности падают. И дальше. Дело не в том, что просто мощности падают, Ирина. Она просто в таком объеме России не нужна. Вся экономика России построена на Эфтпорте. Не надо об этом забывать. И очень многие отрасли России имеют мощности, избыточные по отношению к внутреннему рынку. Там, по-моему, что-то по черной металлургии совершенно безумное превышение. Чуть ли не в разы можно производить металла больше, чем нужно самой российской экономике. И с нефтью и газом та же самая история. Все же было рассчитано на грамотную, разумную политику экспорта в Европу, что кормило, значит, практически, ну, где-то с конца 60-х годов, с начала 70-х Россию. Она на этом жила, богатела, решала все свои проблемы. Можно было ни черта не делать. Доходы от экспорта нефти и газа покрывали все проблемы. И можно было спокойно гнать гонку вооружений, даже как-то подкармливать население. Но Путин-то ухитрился сломать поставки в Европу. А теперь он привязан к этим двум рынкам с низкими ценами. И, в общем, ограничены емкостью рынка. Поэтому, конечно, ситуация для России крайне тяжелая и она безнадежная. Да, атаки на НПЗ, между тем, продолжаются. Буквально 23-го числа эвакуировались сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий в Татарстане, в частности, в Казани, в близлежащих населенных пунктах. По разным подсчетам, от 14 до 17% нефтепереработки России уже остановлено. Действительно ли это так, насколько эта цифра глобальна? И не кажется ли вам, что уже мы не слышим и предостережений от сильных мировых игроков, в частности, от Соединенных Штатов Америки, что, мол, не бейте, не бейте, просто ничего не комментируют? Тишина. Ну, с другой стороны, смотрите, атаки тут уже давно нет какого-то скачка цен на нефть вверх. То есть, мировой рынок не очень реагирует, обратите внимание. Вот, этого и боялись. Но, видимо, значит, как-то адаптируется, и это понятно, потому что на самом деле емкости нефтяного рынка, они большие, но возможности наращения тоже не маленькие. Мы все время в последние месяцы не произносим слова «сланцевый мир». Между тем, как только цена поднимается на нефть, сланцевики просыпаются, выходят из берлоги, начинают добывать нефти значительно больше. Это как бы регулирующий фактор уже давно. Поэтому, значит, если вдруг российская начнется сокращение экспорта и начнут подниматься цены на нефть, то тут же начнутся дополнительные добычи на, соответственно, вот этих нефтяных месторождениях. Так что тут особой надежды у России нет. Она проспала сланцевую нефть, она ничего не сделала. Она в этом смысле игнорировала эту угрозу, а угроза реализовалась. Теперь сланцевики являются как бы таким регулирующим элементом нефтяного рынка. Поэтому, ну, американцы изначально боялись, что атаки на НПЗ вызовут РОДСН. Сейчас этого нет. А Россия сейчас, наоборот, лихорадочно пытается увеличить экспорт. Вот обратите внимание, что был заведен запрет на экспорт моторного топлива. А сейчас сняли на месяц, на июнь, сняли запрет на экспорт, потому что нефтяные компании, видимо, в очень плохом финансовом положении. И несмотря на то, что начинает нарастать дефицит топлива на российском рынке, им разрешили экспортировать. Потому что, ну, как бы выбор какой. Либо поддерживать поставки внутренний рынок, либо банкротиться. Нефтяные компании не перестанут давать деньги в бюджет, начнут закрывать скважины, значит, блокировать скважины, заливать скважины, это называется, цементировать скважины, и начнут увольнять людей. Это не шутки. Мне кажется, что люди не очень понимают, что российская экономика на глазах резко меняется. Но вот давайте я зайду с другого бока. Мы посмотрим на ситуацию с региональными бюджетами России. И мы увидим, что в России существенно выросло число регионов с упавшими доходами. И в четырех регионах России доходы бюджетов региональных упали катастрофически. И кто это такие? Канты-Мансийский округ, значит, Тюмень и прочие, значит, вот эти регионы с добычей нефти. Да, и еще, значит, республика Саха, Алмазная наша республика, значит, тоже рухнули доходы. То есть у них ситуация плохая, значит, мало прибыли нефтяных компаний. То, что есть, отбирает бюджет, значит, в регионах остается мало прибыли. И если, соответственно, еще не дать им хоть немножко экспортировать, то там, что называется, региональные бюджеты упадут. Начнется увольнение людей, начнется, так сказать, социальное недовольство. То есть такая ситуация невеселая. Поэтому, хотя сокращается производство из-за атак дронов, значит, российским нефтяным компаниям на июнь разрешили экспорт, чтобы хоть что-то заработать, чтобы они хоть как-то выжили. Вот такая дикая картина, она именно такая. Поднимутся ли цены на бензин и дизель, выпуск которых еще и падает? И как это отобразится на внутреннем рынке? И вот эти вот недовольства, они могут и бунты же вылиться? Ведь немало сотрудников, я так понимаю, задействованы на предприятиях такой важной для России отрасли. Ну, насчет бунтов я пока не знаю. А вот, конечно, что будет с заправкой, мы не очень понимаем, потому что действительно идет сокращение производства. Вот оценки рейтерс до 17%, и я проверил, да, началось движение цен вверх на бирже, на моторное топливо. Она пока не очень большая, но оно опять пошло движение цен вверх, а не вниз, как это было. И это, в конце концов, приведет, может быть, не к острому дефициту, но к удорожанию топлива. А это, так сказать, фактор социального недовольства. И если это все будет продолжаться, и все это будет продолжаться до зимы, до осени, то могут быть очень неприятные последствия. Народ начнет возмущаться. Тогда начнут, конечно, карать руководство нефтяных компаний. В России же во всем виноват низовой человек. Но, в общем, этих тоже людей можно не так долго наказывать, их не так много. Рынок-то тоже состоит всего из нескольких компаний нефтяных. Так что тут не очень такая светлая перспектива. Поэтому Россия и дергается. То сокращать экспорт, чтобы наполнить рынок и дать топливо, то, наоборот, разрешить экспорт. Пусть рынок внутренний закроется, но зато хоть немножко денег для нефтяных компаний. Вот так правительство имеется. То вправо, то влево, пытаясь каким-то образом удержаться, чтобы страна не рухнула. Вот примерно так. Путин тут поехал туда, где ему еще хоть кто-то рад. К Лукашенко традиционно 186-й тысячный раз за свою жизнь. По всей видимости, о Мозырском НПЗ тоже поговорят. А насколько он может помочь в данной ситуации? Ну, не очень. Белорусские мощности, конечно, существуют. И попытки поставлять топливо в Беларусь существуют. Но все-таки это как бы не такой огромный резерв, который могут закрыть. Потом, значит, если я буду поставлять, то я оставлю экономику Беларуси без топлива. Знаете, тоже не очень весело. Не забывайте эту тему, что называется. Резервы-то не фантастические. И, в общем, собственная добыча нефти в Беларуси не очень большая. Беларусь тоже потребляет нефть из России, так же, как и газ. Поэтому тут не очень большие возможности. Они, конечно, есть. Есть попытки, значит, законтрактовать поставки топлива из Казахстана. Но это тоже не очень понятно, сколько они с этим согласны, казахские, значит, министры. Поэтому посмотрим. Россия уже дергается туда-сюда, пытается найти какие-то выходы из той вот страшной ситуации для своей экономики, которая ей уже была создана, ее руководство. Но, в общем, вариантов не очень много. А, возможно, еще и такой вариант, что Индия и Китай могут найти себе тоже других поставщиков по лучшим ценам. И кто из сильных игроков может заменить российскую нефть вообще в целом сейчас? Да игроков-то тематьмуще, знаете, Ирина. Дело в том, что, скажем, есть такой прикопанный, как бы, на веру в рынке игру, как Венесуэла. Там все очень сложно. Там ее то пускают на рынок, то опять не пускают. Потому что американцы пытаются заставить своими санкциями Венесуэлу хоть как-то там вести себя более-менее прилично в политическом плане. Но Венесуэла богатейшая страна по нефти. Если ее открыто выпустить без всяких ограничений, то она очень многое может поставлять. И был уже в этом году момент, когда даже Индия начала отказываться от закупок российской нефти и начала покупать нефть у США и у Венесуэлы. Там, знаете, есть свои, ну, как бы, выгоды, прочие расчеты идут, быстрее расчеты. А с Россией, знаете, еще и расчеты сложно делать. А потом Россия, как вы знаете, так и не вытащила свои рупии из Индии. Поэтому, в общем, такая история-то безумная. Она поставляет в Индию, деньги за это не получает. Ну, то есть реально не получает деньги. И возникает совершенно безумная ситуация. Десятки миллиардов долларов, выраженные в рупиях, остаются в Индии. Их надо инвестировать в Индии, чтобы получить доходы в рупиях, которые опять в России возвращать нельзя. При этом нефтяные компании с этих неполученных экспортных доходов должны платить налоги, как будто они их получили. Ну, то есть ситуация невероятная. Центробанк все время публикует статистику, что растут активы российских компаний в зарубежных банках. То есть вот россияне продали нефть, а деньги не могут получить. Эти деньги остаются на счетах в зарубежных банках. Вот это как раз та самая история, когда ты выбираешь покупателей не с точки зрения выгоды, а с точки зрения хоть кто-нибудь. А потом как-нибудь разберемся. Вот это как раз то, что российская нефтяная промышленность. На авось, так сказать. Игорь Владимирович, а китайские банки и Китай действительно опасаются глобально американских санкций? Ну, у них очень много слабых точек. Смотрите. Значит, вот видно же, что Китай находится в такой очень сильной зависимости от американских и европейских рынков. И ущучить Китай довольно легко. Вот смотрите, сейчас американцы вводят пошлину на китайские автомобили 100%. Китай сразу начал дергаться. Значит, европейцы как-то испугались. Кали только 25%. Короче говоря, для Китая рынки Европы и США настолько важнее российского, что он, конечно, ссориться не хочет, а через банки выявить ненужные поставки, ненужные платежи можно. Наказать китайские банки можно. А в Китае и так, знаете, не очень веселая экономическая ситуация. И там куча своих проблем. Если еще начнет рушиться экспорт, на котором до сих пор держится экономика Китая, то там уже в Китае начнется социальное недовольство. А в Китае социальное недовольство, это, знаете, пострашнее, чем в России. Китай очень активная в политическом плане нации. Они запросто выходят, запросто начинают все громить. И там, значит, революция может быть большая. Вообще Китай с политической точки зрения очень опасная страна, потому что там как бы экономические условия для политической нестабильности существуют. Это вот, ну мы экономисты смотрим на политику через экономику. Мы видим, что в Китае каждый пятый молодой человек, он безработный. Это напоминает очень, знаете, ближневосточные страны, где были цветные революции именно потому, что было много безработной, безнадежной молодежи, которой нечего было терять и которая пошла устраивать эти революции. Вот Китай, как ни смешно. Но, в общем, в этом смысле угрожаемая страна. Поэтому ссориться с США и Европой, чтобы прекратился экспорт, чтобы остановились предприятия. И уволили еще и среднего возраста людей, чтобы они дополнили молодежь и вместе пошли громить страну. Вот это, конечно, для Китая страшная угроза. Зато российский рынок для китайских автомобилей не то, что более чем открыт, а на распашку. Да, ну так Путин и же сказал, как красиво, как сказал, что китайцы в честной и конкурентной борьбе выиграли российские автомобилисты. Прелесть какая. А перед этим же выступал президент Автоваза, Соколов, и сказал, китайцы ведут нечестную конкуренцию против Автоваза, дают такие скидки, которые убивают Автоваз, спасите Автоваз от китайской экспансии. Президент послушал, сказал, да. И поехал, сказал, китайцы, заходите, милляги, мы вам откроем все дороги. Вот это как раз то, что ждет российский автомобильный рынок. Но это тоже, знаете, интересная история. Вот уже мы наблюдаем, как бы, первый такой, как он, знаете, как в винном бизнесе, после вкуса автоконтации российского рынка выяснилось, что машин-то завезли в Россию от китайских тьмок, купили тьму, а ремонтировать черта с два. Запчастей нет, и народ отломал с машины, теперь месяцами ходят пешком, потому что починить китайский автомобиль нельзя. Так что, как там будет со спросом в дальнейшем, не знаю. И как это вообще повлияет на, будут ли убытки для отечественного авторынка РФ, которые и так уже просто такие, непонятно где он. Так как Володя насматривал, ему говорят, вот машина отечественного производства. Он говорит, а что ж все детали тут китайские? Говорят, ну машина-то отечественная. Ну, это, знаете, такая красивая концепция импортозамещения. А, это оно. Да, простите. Это называется Китай-замещение. Вот это правильно, расшифровка импортозамещения в России. Это Китай-замещение. Это чистая вода именно так. И поэтому, значит, премьер ходит, делает серьезное лицо и говорит, ну что ж у вас руль-то китайского производства? Ну, руль-то хоть русские могли бы сделать, вырубили бы из древесины, из березки бы сгнули, был бы у вас руль деревянный российский. Красавка. Город вот уже неделю рыдает от восторга над этим высказыванием премьера. Он стал такой, знаете, анекдотичной фигуры с этим рулем. По-российски. Ну, бог с ним. Это такая смешная история. Ну, в общем, конечно, да, российский автомобильный бизнес умирает. Его пытаются спасти, но никаких вариантов-то нет, кроме того, что организовать крупноузловую сборку китайских автомобилей, отсюда рождаются вот эти, так называемые российские «Волги» и прочие продукты, да, как народ шутит сейчас. Любимый анекдот, что Путин приехал в Китай и удивился, как много машин в Москве ездят по Китаю. Это такая известная шуточка в последнее время. То есть народ в России уже тоже начинает смеяться, потому что уже анекдотично наблюдать за руководством России. Да, Путин съездил, конечно, в Китай, вернулся он обратно, но, к сожалению, он не попал ни в какой туман, как президент Ирана Ибрагим Раиси. Но, тем не менее, может, там не последний раз туман, явление частое, природное. Словом, вернулся, и сила Сибири-2 так и осталась с немощью Путина 103. Ну, о топинамбуре договорился. Это, конечно, плюс. Вот, правда, «Газпром», который так возлагал надежды на силу Сибири-2, сообщил, что у него тоже улучшение идет, займется изготовлением стиральных машинок. Это даже нам смешно, им, наверное, будет не очень. А что же так Китай не хочет все-таки впрягаться в более тесные газово-экономические отношения с российским диктатором? А у него, между прочим, резоны такие же, как у США. Они все хотят осуществить зеленый переход. И Китай, между прочим, этим занимается крайне активно. Вы поинтересуетесь статистикой? Китай же является крупнейшим производителем этих фотоэлектрических панелей. И они очень активно этим занимаются, потому что в Китае есть страшная проблема экологии, сжигания топлива. Поэтому там с этим надо заниматься очень серьезно. И Китай в это вкладывается. Если будет больше газа, то там уже дешевого, столь дешевого российского, то энергоперехода нет. А Китай мыслит стратегически. И он понимает, что для победы в будущей экономике 21 века энергопереход нужен. И если ты производишь очень много панелей для внутреннего рынка, то, соответственно, ты можешь дешевле продавать панели для мирового рынка. Ты захватываешь, потому что работает эффект масштаба. Тут сложная экономическая химия работает, но надо в ней разбираться. Поэтому внутренний рынок – это большая поддержка для дешевого экспорта. Отвечаясь, затрат покрываешь внутри страны, поэтому экспортировать можешь дешевле. Это так называемая экономическая основа глобализации. И Китай это понимает. И дешевый российский газ – это угроза этой концепции. У Китая тоже идут свои, кстати, наработки по добыче ископаемого топлива. Поэтому, в общем, китайцы не горят желанием вводить силу Сибири. Тем более, что у них у самих, повторяю, ситуация с экономикой не очень хорошая. Более того, мы подозреваем, что вся статистика Китая ЛИПВ, только что был опубликован такой очень интересный график Народного валютного фонда, где видно, что по расчетам МВФ Китай уже два года сидит в стагнации. То есть, никакого роста по 5%, как репортеры сообщает руководство Китая, нет. Это два года стагнации. Если я стагнирую в экономике, зачем мне дополнительное топливо? Поэтому не покупают. Ну да, действительно. Мы можем говорить и констатировать, что сила Сибири-2 – это такое мертворожденное дитя? Ну, видимо, да. Обратите внимание, что даже в протоколах, как было сказано, что мы будем продолжать разговаривать о том, что мы будем продолжать разговаривать. Да, даже хорошо. Так звучит. Мне нравится. Ну, перспектива как бы есть, да, надежда умирает последней. А мало ли вдруг. А вот это то, что «Газпром» начал заниматься производством стиральных машин, я вторую неделю успокоиться не могу. Это такой прогресс или это что даст? Как это покроет те убытки, которые он сейчас несет, о котором мы с вами не единожды говорили? Да никак. Это просто руководство «Газпром» пришло и сказал, пацаны, нам тоже что-нибудь отдайте, забашляйте. А то мы все в убытках. У них убытки. 629 миллиардов рублей, как вы понимаете, производство со стиральных машин такое не покроешь. В общем, году у них убытки под триллион. Вот они с горя пришли, попросили, вы тут у всех все отнимаете, всем раздаёте. Нам тоже что-нибудь дайте, но им дали с горя. Что из этого выйдет, скорее всего, ничего хорошего. Потому что никакой такой компетенции хорошей для работы в этих рынках у людей в «Газпроме» нет. «Газпром» вообще структура такая очень специфическая. Я много чего про неё знаю от людей, которые там работали. И если говорят, что Россия коррумпированная страна, то думайте, «Газпром» внутренне не коррумпирует. Ой, там коррупция на внутренних уровнях встречается. Там много чего интересного рассказывают люди, работающие в «Газпроме». Поэтому, что они смогут запустить эффективное, прибыльное, масштабное производство бытовой техники на чужих мощностях, ну это, конечно, довольно сомнительно. Насколько печальна сейчас вообще ситуация в «Газпроме»? Есть ли какие-то цифры, говорящие о дальнейшем его регрессе? Ну, ситуация нехорошая, значит, потому что, повторяю, по этому году они показали 629 миллиардов убытков. По будущему году, значит, по данным самой же Государственной Думы, эти убытки достигнут триллиона. И, значит, мы идём к ситуации невероятной, когда «Газпром» придётся дотировать. Вообще сейчас новая такая тема в российской экономике. Все бегут в Минфин и говорят «дай дотации». Экономика сыпется, экономика начинает становиться всё более убыточной. И все просят деньги, целая очередь уже стоят. Угольщики стоят за дотациями, «Русал» просит дотации, значит, «Росгеология» просит дотации. Ну, я уж не знаю, да, авиация гражданская просит дотации. Но вот теперь ещё «Газпром», и вообще будет непонятно, откуда взять на них на всех деньги, когда столько денег нужно на войну, значит, и снаряды. Поэтому, в общем, ситуация становится такой, ну, как бы, страна развернута в сторону войны, а внутри она начинает рушиться. И они пытаются отмахнуться. Вот было сейчас очень такое показательное явление, там, значит, возникли проблемы с лифтами. Это я уже рассказывал эту историю. И вот сейчас, значит, ну, как бы у 70 тысяч лифтов в домах России истёк срок нормальной эксплуатации. Ну, надо их заменять, чтобы там люди не падали, не погибали. Ну, и что бы сделал правительство, он сказал, да ладно, авось не упадут, мы вам ещё лет на пять продлим срок эксплуатации, считайте, что у вас на пять лет новый лифт, и продолжайте роскошно ездить на этих лифтах, надеясь, что они с вами вместе не рухнут. Ну, вот эта картина, куча проблем, аварийное жильё, изношенность ЖКХ, падающие лифты, это всё беда, разрушающаяся здравоохранение, без лекарств и с медицинской техникой, которую непонятно, как чинить, потому что нельзя привезти запчасти. Но это всё внутренние проблемы, их правительство отодвигает в сторону, говорит, погодите, вот выиграем войну, займёмся. Ну, это надо ещё выиграть войну. Игорь Владимирович, мы сейчас с вами ошибаемся, в какую сторону, никто ничего никуда не отодвигает. Мы с вами ползимы обсуждали о том, что россияне при морозе минус 40 замерзали, и буржуйки – это выход на следующие годы и десятилетия, но мы и тут мимо просто, потому что выходит премьер-министр, который сохранил свою должность в Российской Федерации, Мишустин, и говорит, мы уже начали готовиться к отопительному сезону, давайте мы его услышим и обсудим, кто же из нас таких прав. Сегодня мы подведём итоги прошедшего отопительного сезона. В некоторых областях страны он ещё продолжается, но в большинстве регионов он завершился, погода установилась в основном тёплая. В целом предприятия электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства прошли его в штатном режиме, но не без аварий, которые, в первую очередь, были вызваны аномальными климатическими условиями, ну и сбоем оборудования. Несмотря на то, что среднее время устранения инцидентов на объектах ЖКХ снижается почти на 18%, надо его, конечно, сокращать, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, ну и, что очень важно, детально проанализировать все происшествия и принять меры для того, чтобы предотвратить их в будущем. Президент особо отмечал, что мероприятия к отопительному сезону нужно проводить вовремя. Сейчас мы обсудим результаты и что необходимо сделать для подготовки предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к следующей зиме, для того, чтобы люди, социальные и промышленные объекты были обеспечены и светом, и теплом, и водой. Предстоит проверить также все инженерные системы, провести профилактическое обслуживание оборудования. Основная часть этих работ приходится на лето, нужно начинать заранее, уже сейчас. Ну вот Михаил Владимирович с серьезным лицом говорит, все будет путем, все проверим. Игорь Владимирович, почему так скептически слушали его прямую речь вы? Ну потому что это произносится каждый год, потом случайно в России начинается зима. Невероятная такая история, почему-то каждый год такая беда, зима приходит, и почему-то она холодная. В России же, кстати, очень интересно, значит, вот это глобальное потепление, оно для России является катастрофическим фактором, потому что климат становится более таким, как мы понимаем, континентальным, и, соответственно, зимой становится холоднее, летом становится жарче, начинают таять болота, начинаются многие неприятные истории. Сейчас мы еще увидим с вами пожары российские лесные, это всегда будет. Значит, поэтому, конечно, слова произносятся хорошие, денег на это не дается. Я вам уже сказал, что региональные бюджеты в плохом состоянии, у половины бюджетов регионов России очень сильно упали доходы. Причем, обратите внимание, они упали именно за счет того, что упал объем поступления налога на прибыль. Это значит, что российские компании работают все менее прибыльно, то есть вроде заказ есть, а прибыли нету. Уже даже Чемизов вышел и сказал, ребята, плохо живем, российская оборонка имеет 2,3% прибыльности всего, еле выживаем, еле убегаем от убытка. Поэтому падают прибыль у российских компаний, падают налоги, которые берут с них региональные бюджеты, на какие деньги они будут это все ремонтировать. Федеральный бюджет, он же что делает? Он обстроит новые сети, электростанции, и это очень сильно сокращено. Это легко бюджет посмотреть России, и вы увидите, что расходы на эти цели на федеральном уровне очень сильно сокращены в 1924, 1925, 1926 годах. А местные бюджеты, как я вам сказал, они без денег что-нибудь там могут сделать? Без денег, без оборудования, поэтому это слова красивые, а толку от этого нет. Чтобы навести порядок в российском ЖКХ, чтобы не было вот этих аварий, нужно провести огромную работу, и нужны огромные деньги по оценкам самой же Государственной Думы Российской Федерации. Они тоже опубликованы, меня легко проверить. На эти цели нужно за 3 года потратить от 10 до 20 триллионов рублей. Если вы понимаете, что бюджет России 36 триллионов, то есть это разложить на 3 года, это значит 4, 8, 7 триллионов в год. Это нереальная тема. Поэтому это какие-то косметические вещи будут сделаны. А как придет Дедушка Мороз, то будет России плохо. Вообще у меня такая страшная история появилась, что генерал Мороз, который так любят в России, как в защитниках. Он как-то перешел на сторону врага и теперь воюет против России. Как-то, может, у него совесть какая-то проснулась, что ли? Просто. Косметические будут действия, а проблемы космические, насколько мы понимаем. Раз мы вспомнили генералов, а еще несколько раз слово коррупция упомянули, то мы тоже, наверное, неправы, потому что коррупции скоро в Российской Федерации не будет. Вот попересажаются генералов, возьмется Белоусов за дело экономической мощи, прибыли и поднятия ВПК и всей экономики России на новую планку просто-таки. Не будет ничего, будет одно сплошное телевидение, будет одно сплошное процветание. Почему-то, мне кажется, Игорь Владимирович, что мы политику не будем обсуждать, но что даже здесь о коррупции и речи не идет, и не пахнет, потому что коррупционеры там все и каждый. Но даже вот такие, возможно, это какой-то коррупционный рейд, и я не права, оно ничего не даст, потому что система прогнила настолько, что не поможет ни посадка генералов, ни назначение Белоусова. Ну, мы понимаем, что российская экономика, она, ну, как бы построена на коррупции сейчас. Она без этого не работает. На меня народ сердится, когда я говорю, что без коррупции в России было бы еще хуже. Это такая неприятная мысль. Я понимаю, что народ сердится, говорит, ну, как же. Вот надо же жить по-честному и вот без всякой коррупции. Но беда в том, что российские чиновники, если он не берет взятку, то он вообще не знает, что он должен делать и какую политику проводить. А тот хоть взял, хоть что-то сделал, хоть кому-то что-то разрешил, а если взятку не дают... Мне сегодня, знаете, как народ, оставшийся в России, пишет, большая беда пришла в России. Я говорю, какая? Очень многие чиновники российские уже столько наворовали, стали такими богатыми, что перестали брать взятки, не берут откаты, но и ничего не делают, ничего не решают. Катастрофа полная наступила. Вот вы не видите, какие проблемы в России. А в России народ наворовался так, что уже брать взять не хочет, потому что опасно, да? Но и ничего не решает. Это что-то новенькое вообще, надо патент срочно. Это не новенькое, вот вам это новенькое. Я старенький, я много чего помню. Я помню, как один мой знакомый, только не буду называть фамилию, замминистра одного министерства, он ушел в отставку. Я говорю, что ты уходишь в отставку? Он говорит, слушай, я уже наворовался столько, что я это и на низких поколениях не потрачу. Мне надоело, я ухожу, буду жить спокойно, в свое удовольствие. Я уже столько наворовал, что мне уже хватит до конца дней, и на поколение два вперед не хватит. Так что это не новенькое, просто это стало массовым. Раньше это было редко, а на уровне замминистра федерального министерства, сейчас это более, и возникает ситуация, они вообще ничего не делают. Я не шучу, это мне говорят, вы придумываете какие-то страшилки. Да нет, посмотрите ежегодный отчет из счетной палаты России, она все время фиксирует, что ежегодно в российском госаппарате остаются огромные остатки не израсходованных денег. То есть бюджет дал деньги, а чиновник их не потратил. Зачем вам утратить? Потратишь, полеяет какое-то обвинение в том, что неправильно потратить. А не потратил, ничего, в общем, тебе особенно не предъявят, уголовных обвинений не будет, и все будет хорошо. Но то, что экономика не живет, и людям живется плохо в этой неживущей экономике, где не тратятся деньги на нужные цели, это не важно. Главное, чиновнику спокойно, а денег ему хватает. Игорь Владимирович, а действительно для Белоуса он такой книжный больше экономист, чем практик? Конечно. Он очень умный, он очень квалифицированный, он очень, как вам сказать, фанатичный. Есть такое понятие. То есть он пришел, скорее всего, не взятки брать, а он вот фанатик. Он, в общем, видит себя как спаситель Отечества вместе с Путиным. Он такой человек очень идейный, православный, алтарник, если кто-то знает такую позицию в церкви. То есть это не воцерковленный, но вот участвующий в действиях церкви, то есть как бы мирянин, участвующий в церковных процедурах, и, в общем, такой на постоянной основе. То есть он как бы вот пришел, чтобы спасать Россию. Но, конечно, спасти Россию тяжело, и я сразу сказал, что как только он пойдет в министерство, и вот тут начнут пытаться это скомпрометировать, уже процесс пошел, уже начался огромный полив грязи на него. Так что это все закономерно, потому что человек приходит портить людям нормальную, красивую, доходную жизнь. Кто же такой потерь? Ну да, это правда. Жизнь пока недоходная, зато возрастает, я так понимаю, показатель продажи розничных спиртных напитков крепостью выше 25 градусов. У вас и нашла я эту информацию, читаю всегда в вашей телеграмме, Игорь Владимирович, интервью смотрю. И крепких, да, я так понимаю, больше покупают. А о каких тенденциях это говорит? Ну что, жизнь невеселая, а в России всегда будет жить тяжело. Почему российский человек пьет? А потому что без этого ему не выжить. Для россиян водка – это же не алкогольный напиток, это никто не понимает. Это обезболивающее, это антидепрессант. Без водки жить нельзя, потому что жизнь такая, что, в общем, только вот принял на грудь, забылся и как-то пошел на следующее утро работы. Поэтому, поскольку жизнь становится все менее веселой, вопреки утверждения президента, то растет и потребление. Причем обратите внимание, что 7,2 литра крепкого алкоголя на душу населения, включая, значит, лежащие в коме и младенцев, это без учета самогона. А самогона в России сейчас значительно лучше, чем в СССР, потому что 20 лет в России массово продавали домашние самогонные аппараты, раньше это было сложно делать, нужно было найти умельца, который тебя склепал бы. А теперь вот продавали довольно активно, 20 лет огромное количество таких хорошо сделанных, фирменных, красивеньких самогонных аппаратов домашних, так что народ в этом смысле подготовился серьезно, вооружился, обзавелся основными производственными активами. Так что 7,2 это без учета самогона, а гонят и гонят, и это, в общем, такая дополнительная история. Очень характерно, что вот вышел новый список Форбса, значит, самые богатые люди России, в нем появилось как бы две такие очень интересные истории. Там, во-первых, больше всех разбогател как раз владелец сети Красное и Белое, вот эти алкогольные магазины, ну, в том числе и продуктовые. А второй очень успешным новичком в этом списке стал владелец сети Семафора, это самый дешевый продуктовый магазин в России, такие называются так, продуктовые склады, продсклад. Не супермаркет, а продсклад. Ну, то есть, россияне реально беднеют, покупают товары только в самых дешевых магазинах продовольствия, а сэкономленные деньги пропивают, потому что иначе жить невозможно. Вот вам картина российского бытия, чтобы вам, россияне, не рассказывали про то, как они славно и чудно и дивно живут, по факту их потребления продуктов питания и алкоголя картина вырисовывается совершенно другая. Да, Игорь Владимирович, они когда прилетают беспилотники, пишут, что может пить, чтобы не так страшно было. И вспомнил нас, не помните, когда маленький принц говорил с пьянчужкой, говорит, что это ты делаешь? Он говорит, пью. Говорит, почему ты пьешь? Чтобы забыть. О чем забыть? Хочу забыть, что мне совестно. Совестно от чего? От того, что пью. Вот так как-то по кругу все и ходит, правда? Игорь Владимирович, спасибо вам огромное, от всей души за эту беседу, за ваши понятные объяснения на непростые темы, за вашу позицию, конечно же, и за то, что время находитесь для нас всегда бесценно. Благодарю. До новых встреч. До свидания. Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук и профессор благословения Ирина Узлова. Друзья, спасибо большое, что вы слушаете. Оставляйте свои комментарии. Уверена, вам есть что сказать. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Игоря Владимировича. Легко его найти в описании под этим видео. И Игорь Владимирович Липсис так и найдете. И на телеграм-канал, там также очень много интересных, понятных объяснений. И на YouTube 24-го тоже подпишитесь, пожалуйста. И пусть вам никогда не будет совестно от того, что вы делаете. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук